Так что ты в шапке? Ну, выгу уже закончился. А, хотя мне... Все равно. Фиолетово. По барабану. Или как это красиво сказать? Как? Параллельно? Тема параллельность. Вот вы думаете, я что, не читаю ваши комментарии? Что вы говорите? Что мы очень много времени уделяем девятиклассникам и старшей школе. Так вот, сейчас мы решили порадовать наших семиклассников и рассказать о такой теме, как параллельность. Потому что я уже неоднократно читала, что у многих с этой темой проблемки. И давайте-ка разберемся по порядку. А что такое параллельные прямые? Если я задаю такой вопрос своим ученикам, в основном все правильно отвечают, что это те линии, которые никогда не пересекаются. И вот когда я на тетрадном листике провожу параллельные прямые и начинаю задавать вопрос, а параллельны ли эти прямые, то ученики все так же отвечают, ну, они не пересекаются, поэтому они параллельны. Извините. А если мы продолжим эти прямые куда-нибудь в бесконечность, и там где-нибудь через 10 километров они пересекутся, а здесь-то этого не видно, получается, что мы ошиблись, и прямые не параллельны? Значит, этот метод не работает. Но определение вы говорите верно. Параллельные прямые это те, которые никогда не пересекаются. Для того, чтобы осознать и понять, как доказать параллельность, вначале на вас обрушивается целая куча каких-то новых определений. Это соответственные накрест лежащие и односторонние углы. Для начала надо отвлечься вообще от этой параллельности и понять, где же здесь, на вот этой картинке, когда у вас есть две прямые и секущие, образуются те самые углы. Именно внешне научиться их определять. Давайте-ка быстренько пробежимся. Если мы пронумеруем все эти углы, 5, 6, 7, 8, то соответственными будут называться пары углов 2 и 5, 1 и 8, 4, 7, 3 и 6. Ну, запоминайте как-то вот, что, например, 2 и 5, они оба лежат с одной стороны и, скажем так, сверху, или оба снизу, но по одну сторону. Понятно? Теперь едем дальше. А что же накрест лежащие? Накрест лежащими будут называться углы 4, 5, 8, 3. Это будут так называемые внутренние накрест лежащие. Вот они крестиком лежат. Еще есть 1, 6, 7, 2. Это тоже накрест лежащие, но внешние накрест лежащие. И у нас еще есть односторонние углы. Это, например, 3, 5, 4, 8. Вот они лежат внутри и по одну сторону. Это будут внутренние односторонние, а еще есть внешние односторонние. Например, 2 и 6, 1 и 7. Поначалу надо обязательно разобраться вот с этими вот углами и научиться их видеть на картинке. И еще. Перестаньте путать вот эти накрест лежащие с вертикальными углами. Эта ошибка всплывает постоянно. Вот 2 и 4 это будут вертикальные углы парочка. 1 и 3 это вертикальные. А вот накрест лежащие это 3 и 8. То есть вертикальные связывают только две прямые, а если мы говорим о накрест лежащих, то это уже связь между тремя прямыми. Я думаю, что с этим делом все понятно. Сделайте себе шпаргалку. Выпишите и постоянно глазами ищите вот те углы, названия которых мы ввели. А теперь посмотрим, как это нам поможет с той самой параллельностью. Вот мы вернулись на ту самую картинку. И мы говорили о том, а как же понять, что эти прямые параллельны. Обязательно вам нужна секущая. И для того, чтобы увидеть параллельность, надо изучить вот те самые углы, которые образовываются у вас около вот этих двух прямых и секущей. Например, если мы заметим, что вот такая вот парочка углов, ну скажем, здесь 40 градусов, здесь 40 градусов. Если такая парочка будет совпадать, то прямые будут параллельными. Как это красиво сказать? Если соответственные углы оказались равны, то прямые будут параллельными. Понятно? Но не только через соответственные углы это можно понять. Оказывается, вы можете поискать на вот этой картинке какие-нибудь пары углов, например, соответственных, как я нарисовала, или еще накрест лежащих, или односторонних. И вот если выполнится какое-то условие, то вы тогда скажете, о, все, круто, мои прямые параллельны. Это называется первый признак параллельности. Если соответственные углы равны, то мои прямые параллельны. Второй признак параллельности это если вы смотрите на парочку прямых и накрест лежащие углы оказываются равными, то ваши прямые параллельны. И третий признак это если вы видите картинку, секущая около двух прямых, и вы увидели, что односторонние углы в сумме дают 180 градусов, вот, например, как здесь, то ваши прямые будут параллельными. То есть на глаз понять параллельны ли прямые нереально. Нужно обязательно поискать какие-то пары углов. И тогда вы сможете сказать наверняка, параллельны ваши прямые или нет. Все, с этим мы разобрались. Это так называемые признаки параллельности прямых. Как я узнаю, признаю, что мои прямые параллельны. Но, а в чем же тогда начинается путаница, если вроде как все так просто? А дело в том, что после признаков параллельности вам начинают рассказывать про свойства параллельных прямых. И у всех начинается какая-то каша в голове. Что за свойства? Только что мы тут признаки изучали, а там в свойствах звучит то же самое, только как-то непонятно. Дело в том, что если вас спрашивают, параллельные или прямые, то вы начинаете искать парочки, и по этим парочкам углов вы можете понять, параллельные или нет. А вот если в задаче вам сказали, что прямые А и Б параллельны, то есть у вас никто про это не спрашивает, вот, это дано, то тогда всплывают свойства. То есть что хорошего я буду иметь от того, что мои прямые параллельны? И все как бы начинается повторяться, но в другую сторону. Рассказываю. Если я знаю, что прямые параллельны, то обязательно пары соответственных углов должны быть равны. То есть если я буду знать, что прямые параллельны, а, к примеру, угол 4 у меня равен, скажем, 50 градусов, то я могу наверняка сказать, что и угол 7 будет равен 50 градусов. То есть те же самые признаки, только, скажем так, в обратную сторону. Если я знаю, что прямые параллельны, то накрест лежащие углы, на моей картинке, будут равны. Если четвертый угол 50 градусов, значит угол 5 тоже будет 50 градусов. Или если я знаю, что прямые параллельны, то сумма односторонних углов должна давать 180 градусов. То есть угол 5 и угол 3, например, на моей картинке, должны вместе давать 180. Значит, я легко могу посчитать, что угол 3 равен 130 градусов, потому что вместе, вот, они должны дать 180. То есть признаки и свойства, они перекликаются, но вы всегда контролируете, вам доказать параллельность надо, или вам сказали, что ваши прямые параллельны, и вы просто этим пользуетесь. Но это все теория, а теперь давайте посмотрим все это на конкретных задачах. И надеюсь, что все станет гораздо яснее. Ну что, теперь обещанные задачи. Начинаем мы, как обычно, с каких-то простеньких задач. Следите за тем, что происходит. Здесь в задаче нам сказали, что А параллельно Б. Никто про это не спрашивает. Вот наши прямые А и Б, вот она секущая. И известно, что угол вот этот равен 50 градусов. Найти нужно все остальное. Давайте-ка рассуждать. Если прямые параллельны, круто, значит, выполняются все свойства вот тех самых углов, которые мы перечисляли в начале. Значит, соответственные углы должны быть равны. А где здесь соответственные? Вот и угол первый. Значит, угол первый уже равен 50 градусов. Вот мы что знаем. По поводу угла 2. Нам даже теперь не обязательно использовать ту самую параллельность. Если посмотреть на картинку без вот этой первой прямой, то тогда мы просто видим смежные углы. Помните? Из старенького. Сумма смежных углов равна 180 градусов, значит, угол 2 будет равен 130 градусов. Так, а что по поводу угла 3? Здесь есть куча путей его найти. Выбирайте всегда самый простой. И, кстати, включайте какую-то уже, наконец-то, интуицию. Если у вас здесь 50, ну разве вам не кажется, что угол 3 будет точно такой же? Конечно, будет. Но только надо теперь подкрепить это каким-то объяснением. Что это за парочка такая? Они называются вертикальными. Тоже информация из старенького. Едем дальше. Здесь задачка немножко другая. Здесь нам говорят, что здесь угол 50, здесь 130. А спрашивают, параллельны наши прямые или нет? Вспоминаем признаки. То есть, как я узнаю, что вот эти прямые параллельны? И вот, как я сказала, тот подход, что они не пересекаются на картинке, не подходит. Что будем делать? Попробуйте найти какую-нибудь парочку углов, накрест лежащих, соответственных или односторонних, и посмотрите, будут ли выполняться те условия, которые мы обговаривали в начале видео, которые нужны для параллельности прямых. Вот 50 и 130, это не какая-то, это несоответственно, это не накрест лежащие, не односторонние. То есть, тут ничего не работает. Тогда давайте попытаемся от вот тех углов, которые у нас есть, перепрыгнуть на какие-нибудь другие. Что просто? 50, и вот этот угол будет вертикальный. Значит, он тоже равен 50 градусам. А теперь вот эта парочка, это уже односторонние углы. А у нас говорилось, что если сумма односторонних даст 180 градусов, то прямые будут параллельными. 130 плюс 50, 180, все круто, прямые параллельные. Только это надо все, конечно, красиво описывать. То есть, вы обязательно скажите, что пусть, скажем, M секущая для A и B, тогда угол, здесь, например, пронумеровать их, там 1, 2, угол 1 плюс угол 2 равно 180 градусов, а они односторонние, значит, прямые A и B параллельны. Так, все, я думаю, здесь все понятно. Давайте посмотрим следующую подборку задач. Здесь, опять же, A параллельно B. Мы это знаем и это будем использовать. Дана информация, что угол 1 относится к углу 2 как 2 к 7. Вспоминаем, как это использовать. Ну, вот если вы в 7 классе, то, возможно, немножко подзабыли или, может быть, даже не встречались с такой ситуацией. Тогда для вас информация. Если вы встречаете вот такое отношение, то обязательно, точнее, это самый крутой метод, припишите сюда иксы, это как бы коэффициент пропорциональности, и перенесите эту информацию на чертеж, потому что вот в таком виде 2 и 7 просто перенести мы не могли. А вот с иксами, пожалуйста, угол 1, вот он, это у нас 2х, угол 2, это у нас 7х. И найти надо угол 3 и угол 4. Отлично, мы не знаем тут вообще ничего, да, только 7 к 2. Но, может быть, благодаря параллельности есть какая-то особенность, связь между углами. И вот надо попробовать заметить что-нибудь из односторонних, накрест лежащих или соответственных. Вот бросаются в глаза угол 1 и угол 2. Если появились иксы на картинке, то обязательно надо все свести к уравнению. Какая-нибудь связь есть у нас между ними? Да, это односторонние углы. А если прямые параллельны, то односторонние должны давать 180 градусов вместе. Поэтому 7х плюс 2х должны дать 180 градусов. Мы как бы связываем иксы неизвестные с какой-то информацией, которую вы знаете наверняка, вот как здесь 180 градусов. И решаем это простенькое уравнение. Вот у нас получается, что 9х равно 180, значит х равно 20. Это коэффициент пропорциональности. И теперь если мы эти 20 вместо х подставим сюда и сюда, то мы как раз узнаем, чему был равен угол 1 и 2. Если х равно 20, то здесь получается 40 градусов. 2 на 20. А здесь получается 140 градусов. Все, отлично. Наверное, этого будет предостаточно, чтобы найти угол 3 и угол 4. Разбираемся. Угол 3, он будет смежный с углом 1. Так, это 40, а это тогда будет 140. Но это один из методов поиска угла 3. Вполне можно было воспользоваться, опять же, параллельностью. И вот этот уголок 2 и угол 3, это накрест лежащие. Вот они лежат крестиком. А если прямые параллельны, то накрест лежащие должны быть равны. Значит, здесь тоже будет 140. То есть, каким бы методом вы не подъехали к углу 3, у вас получится все равно один и тот же результат. А что по поводу угла 4? Опять же, здесь есть несколько подходов. Вы можете посмотреть, что угол 1 и 4 вертикальные, поэтому они будут равны. То есть, здесь тоже будет 40. Но еще можно, вот, кстати, обращайте внимание на такие вариации, а если мы закроем эту часть картинки, то 3 и 4, это будут смежные углы, потому что вот они как раз на одной прямой и находятся. Их сумма должна была бы давать 180 градусов. Ну, опять же, получаем, что здесь 40 градусов. Выбирайте любой метод, какой вам больше нравится. Все, с этой задачей мы разобрались. Все достаточно просто, свели к уравнению. А давайте-ка теперь посмотрим еще одну задачу, которую можно будет решить с помощью уравнения. Первым делом смотрим. Мы вообще знаем, прямые параллельные или нет? Да, отлично, нам это дали. Значит, можно использовать все свойства, которые мы знаем про параллельные прямые. Ну, здесь вот такое интересное условие, что угол 2 минус угол 1 равно 80 градусов. Всегда вижу ступор у учеников, причем не только в седьмом классе, но и даже постарше у детей, потому что они понимают, как это использовать. Если есть какая-то зависимость между элементами в задаче, то вы можете запросто использовать х и составлять уравнение. И вот из этой парочки мы можем сказать, например, что угол 1 равен ху. То, что поменьше, то ху мы обозначаем. И я тут же обозначу это на чертеже. Угол 1 это х. Тогда чему же будет равен угол 2 из этого равенства? Представьте, что вы хотите его очистить и выкинуть отсюда все лишнее. Угол 2 будет равен, этот х уезжает туда, и получается 80 плюс х. Вот такой вот метод можете использовать, вот такие рассуждения, когда у вас где-то попадаются такие зависимости между элементами. Вот первый это х, второй это 80 плюс х. А теперь начинайте думать, какая-то связь между этими хами есть? Можно как-то составить уравнение? Что это за парочка такая? Первый угол и второй угол. Это односторонние углы. А раз мы знаем, что прямые параллельны, значит односторонние должны давать 180 градусов. Это их свойства. х плюс 80 плюс х. Так, вот эта парочка. И они должны давать 180 градусов. Вот вам и уравнение. 2х равно это туда. Получается 180 минус 80 это 100. И х равен 50 градусам. Теперь возвращаемся обратно к задачке. Если х 50, то значит первый угол мы уже расшифровали. 50 градусов. Угол 2 будет 50 плюс 80. То есть 130 градусов. Равно 130 градусов. И теперь начинаем искать те углы, которые нас просили в задаче. Угол 3 и угол 4. И опять же, есть много подходов, как их найти. Выбирайте тот, который вам больше всего нравится. Но и желательно, чтобы он был достаточно быстрым. Если здесь у нас угол 1 и 50, то мы можем найти угол 4 как смежные углы. Но, опять же, угол 2 и угол 4 это накрест лежащие. Поэтому можно использовать то, что они должны быть равны. Накрест лежащие углы равны. Угол 3 он будет смежный с углом 2. Да, можно и так найти его. Но в то же время, 1 и 3 это же соответственные, оба снизу. Значит, они должны быть равны, так как наши прямые параллельны. Вот и получается, что здесь 50, а здесь 130 градусов. Все, вот такие задачи мы решили простые, а сейчас на очереди чуть-чуть посложнее. Вот посмотрите сюда. Есть такие задачки, очень популярны. Особенно на готовых чертежах, когда вам дают какую-то историю. И теперь надо разобраться, чему будет равен угол 1, если угол 2 плюс угол 3 равно 130 градусов. Вот часто замечала, что ребята начинают смотреть и, во-первых, как-то путаются, начинают думать, что здесь какие-то накрест лежащие или там соответственные. Для начала разберитесь, какие прямые вы подозреваете в параллельности, потому что здесь про параллельность ни слова. Но задача, скорее всего, именно про это. Вообще, мне кажется, что, наверное, А и Б параллельны. Так? Но этого же нигде не сказано. Поэтому постарайтесь доказать это, а потом использовать. Вот для этого в этих задачах и придуманы две секущие. Для начала мы попробуем доказать параллельность, а потом, уже зная, что прямые параллельны, это использовать для поиска углов. Потому что вот если мы возьмем сразу угол 2 и угол 3 и информацию, что они равны 130, да, можно подумать, что, наверное, надо разделить 130 на 2, ой, и все круто, мы найдем угол 2 и угол 3. Но не тут-то было. Все это работает, все эти свойства сработают, только если вы четко знаете, что прямые параллельны. А как я сказала, здесь об этом ни слова. Поэтому пока про эту сторону картинки забываем и смотрим туда, где мы хоть что-то знаем. То есть рассмотрим А и Б и секущую Д. Что я вижу? Здесь есть угол 70 градусов, здесь угол 110. Так это же особенные углы, ну, как особенные, это односторонние. И мы знаем, что если сумма односторонних 180 градусов, то наши прямые не просто так, а параллельны. У нас так и происходит. 70 плюс 110, 180. Поэтому все, круто. Эта сторона картинки нам дает информацию, что А параллельно Б. Но вы помните, что если что, в тетради это надо красиво написать. Дальше. Ага, раз мы знаем, что А параллельно Б, значит переходим сюда и имеем право пользоваться всеми свойствами параллельности. А именно, что такое 2 и 3? Это же соответственные углы, а если прямые параллельны, значит они должны быть равны. То есть второй и третий угол одинаковые, а вместе дают 130. Вывод. Каждый угол будет по 65 градусов. Согласно, 130 делим пополам. Значит здесь 65 и здесь 65 градусов. Ну а дальше осталось только посчитать, чему будет равен угол 1. Кстати, а давайте-ка я этот вопрос оставлю вам как домашнее задание. Посмотрите, чему будет равен угол 1. Попробуйте найти и описать, как вы смогли его посчитать. А теперь переходим к задачке, которая будет еще сложнее. Задача посложнее, потому что здесь нет прям таких явных параллельных прямых, как мы привыкли, просто прямые и секущие. А здесь какая-то фигура, вот треугольник АБЦ, и уже в нем что-то происходит. Давайте разберемся. Сказали, что КФ параллельно АЦ. Для себя можно всегда, особенно в начале, выделять вот те самые параллельные. Потому что, когда линий много, глаза разбегаются. И бывает сложно сконцентрироваться на том, что вам нужно. Вот наши параллельные. И известно, что угол КФА равен 35 градусов. КФА. Вот он, 35 градусов. Это мы знаем. Еще по задаче известно, что вот это АФ, это не просто так линия, это у нас идет бисектриса. Вот показано, что два уголка одинаковые. Смотрим дальше. Что от нас хотят? Угол АКФ. АКФ. Вот он. Хорошо. Ну, как же его найти? Давайте, наверное, использовать ту самую параллельность. Но, если есть параллельные, надо обязательно выбрать секущую и смотреть около нее. Что можно выбрать? Ну, конечно, можно взять и БА секущую, и БЦ секущую. Это та линия, которая пересечет ваши две параллельные. Но всегда ориентируйтесь на ту секущую, около которой вы хотя бы хоть что-то знаете. И, конечно же, здесь правильнее будет выбрать вот так вот. ФА секущая. И теперь ничего другого у вас не существует, кроме вот этих вот трех желтых линий. И давайте изучать. Так, что же тут получается? Вот этот уголок и вот этот уголок они будут накрест лежащими. И они будут равны, потому что мы знаем, что прямые параллельны. Тут 35 градусов. Только, пожалуйста, не путайте. Вот некоторые начинают говорить, что этот угол равен этому углу. Эти прямые сейчас не участвуют. Если вы что-то выбрали, взгляд только на то, что вы выбрали КФ, АС и секущая ФА. Ну, а теперь раскручиваем задачу дальше. Если здесь 35 градусов, а это была бисектриса ФА, значит, здесь тоже будет 35 градусов. Это у нас бисектриса, значит, весь угол целиком. Мы тоже можем запросто найти. 35 плюс 35. 70 градусов. Так, пишу сюда. Весь угол вот этот. Вот у нас 70 градусов. Хорошо. По-моему, вот эта секущая уже свою роль отыграла. Теперь нужно как-то прыгнуть на вот этот уголок. А что, если нам опять же взять вот эти параллельные, другого у нас нет, но теперь секущая будет БА. То есть пытайтесь вот так вот прыгать по картинке и выбирать подходящее. И что теперь? А получается, что при этой секущей вот этот уголок, который 70 градусов, я, правда, его сюда подписала, и вот этот уголок, который спрашивают задачи, они же не абы что. Напоминаю, вот этой линии сейчас не существует. Вот, смотрим только сюда. Это у нас парочка односторонних углов. А раз прямые параллельны, значит, сумма односторонних должна дать 180 градусов. Если здесь 70, значит, вот этому уголку ничего не остается, как быть 110 градусов. Вот то, что у нас и спрашивали. 110 градусов. Все, задачка решена. Причем с использованием только параллельности. Я, кстати, сразу хочу предупредить. Те, кто учится в 7 классе, да вообще, наверное, все люди на Земле знают, что сумма углов треугольника равна 180 градусов. И вот начинают в таких задачах скатываться именно на это объяснение. Но хочу предупредить, в 7 классе, когда вы изучаете темы, сумма углов треугольника, информацию об этом вам дают чуть позже. И доказываться это будет именно с помощью параллельных прямых. Поэтому мы как бы не имеем права с вами пользоваться тем, что вы пока еще не проходили и не доказали. Поэтому обязательно здесь пользуйтесь именно параллельностью. А когда пройдете сумму углов треугольника, тогда, пожалуйста, про сумму 180 знаете и можете пользоваться. Все, задачку мы решили. Наверное, все. Я смотрю, некоторые досмотрели это видео до конца. Значит, математика вам не параллельна? Обращаюсь именно к вам. Если видео было полезным, поставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и кликайте на колокольчик, чтобы не пропустить наше следующее видео. Ну, а я сегодня буду прощаться, но напоминаю, что каждый четверг в 18.00 у нас проходят вебинары по актуальным темам математики. И даже если вы в седьмом классе, вам они тоже будут полезными. Все, всем счастливо, всех люблю, пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok